Ну, это опасно для жизни. Но то, что творится здесь, это ужас, ужас. Понимаете? Обидно. В грязи, как свиньи будем. Все, теперь нам не выйти. Куда? Наши в администрации. Так у нас и так все раздолбано. Комплекс возводится в деревне Лаголова. Но за дополнительные деньги в первых трех домах будет 254 квартиры и обнаружил первую нестыковку. Так что место здесь с историей. Говорят о нарушениях сроков сдачи объектов. И, понимаешь, все прелести жизни. Спасибо, что засыпали солью. И вот это в говно. Покажу сейчас местные новостройки. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. На питерский рынок выходят все новые и новые застройщики. Встречаем московского застройщика А101 с его первым проектом А101 Лаголова. Перед съемками я посмотрел большое количество видеороликов на ютубе о застройщике в московском регионе. И у меня, друзья, сложилось двоякое впечатление. Где-то неплохо, а где-то не очень. Но все, как в один голос, говорят о нарушениях сроков сдачи объектов. И я проверил эту информацию. Вы сейчас видите информацию на своих экранах. Задержка сроков сдачи объектов от трех месяцев до полутора лет. 46 из 83 домов введены в эксплуатацию с задержками. По данным Министерства строительства Российской Федерации. А это 55% от общего числа сданных комплексов. Застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик Лаголова-1 с уставным капиталом в 50 тысяч рублей. Жилой комплекс Лаголова расположен между Кингисепским и Гачинским шоссе на бывшем военном поле. В 19-х, начало 20-х веков на военном поле проводили учения военные. Здесь маршировала кавалерия. Среди объектов того времени, которые сохранились до наших дней, это царский валик. Искусственная насыпь, на которую царь и его генералы могли наблюдать за ходом учений. Так что место здесь с историей. Ну и соседи знатные. Вон, видите, столбики красивые. Это одни из них. Западнее участко под строительство жилого комплекса расположено. Конный клуб, производство полимерных материалов. Птицефабрика. Производство детских игровых комплексов. Производство продуктов питания. Промышленная территория. И полигон твердых бытовых отходов. Восточный участок за Гачинским шоссе расположены. Психоневрологический интернат. Парк Красное Село. Дудерговские высоты. Дудерговское озеро. Парк Стальной десант. И другие достопримечательности. Ближайшая станция метро к будущему комплексу, который, надеюсь, скоро начнут строить. Это проспект Ветеранов, до которого 21 километр. На расстоянии в 3,6 километров от будущего комплекса расположена железнодорожная станция Красное Село. И железнодорожная станция Дудергов, до которой 4,8 километра. На электричке от этих станций вы доедете до Балтийского вокзала за 40 минут. А также сюда, на эти военные поля, вышла группа компаний Самолет со своим проектом. И чем-то этот проект мне напомнил Новая Колпина. Обзор есть на канале, обязательно посмотрите. Ссылку для вас оставил в описании к этому видео. Ну и, как вы, друзья, уже поняли, военное поле полностью застроят жилыми домами. А вот что будет с социальными объектами, инфраструктурой, дорогами, больницами, поликлиниками, пока не ясно. Но зато ясно, что застройщик А101 в первую очередь возводит 3 жилых дома. На эти дома есть проекты и разрешение на строительство. А вот на обещанные две школы и восемь детских садов я не нашел ни проектов, ни проектных деклараций, ни разрешения на строительство. Проект комплекса выполнен шведским архитектурным бюре Сомрены Монсон. Мы знаем их проект по жилому комплексу бизнес-класса Scandi Club от шведского застройщика Банава. Я стал изучать проект застройщика и обнаружил первую нестыковку. И это, друзья, озеленение. В проекте указано, что озеленение предусматривается путем устройства газонов посевом трав по слою растительного грунта. А на рендерах застройщика видны райские сады, шикарные дворы. Но, конечно, возможно, застройщик через какое-то время вынесет изменения в проект, так как у него на это есть полное законное право и посадит красивые деревья, елочки, кустики, траву и сделает все так, как на его веселых картинках. Но я не знаю, верите ли вы в это. Я, честно говоря, нет. Первые три дома будут в девять этажей каждый с местами под внешние блоки кондиционеров. И чем-то мне их проект напоминает пиковские дома. Дома будут возводить по монолитной технологии на плитном фундаменте толщиной 50 сантиметров. Отделка фасада по технологии мокрый фасад. Ну и, естественно, металлопластиковые двухкамерные окна. На минус первых этажах будут индивидуальные кладовые помещения, а на первых этажах колясочные. Монолитные перекрытия будут в 20 сантиметров толщиной. Стяжка в квартирах будет армирована фиброволокном. Армирование стяжки не даст ей трескаться, а также уменьшит ее вес. Будет и под стяжкой слой шумоизоляции вибростоп. Но, полагаю, навряд ли это спасет ситуацию. Стены в квартирах из газоблока и пазогребневых плит. На межквартирный коридор стены аналогично из газоблока. Газоблок, конечно, хороший строительный материал, но и звук он проводит достаточно хорошо. Такой, знаете, эффект барабана. Запомните, чем плотнее материал, тем у него лучше звукоизоляция. Вентиляция в комплексе будет сборной с естественным побуждением. А это значит, что если на улице минусовая температура, а в квартире плюсовая, то, как мы знаем из урока физики, теплый воздух пойдет наверх. А если на улице будет тепло, и в квартире тепло, то вентиляция практически не работает. Ну, конечно, можно сказать, что из-за разницы высоты будет небольшое давление, и воздух пойдет наверх, а это так. Но в целом это не спасет ситуацию. Но зато приборы учета электроэнергии предусматриваются с автоматической передачей данных. А вот интернета в новом комплексе на протяжении ближайших пару лет после сдачи будет от Ростелекома. В первых трех домах будет 254 квартиры и 150 машиномест на территории комплекса. Так называемые гостевые парковки. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. Высота потолка в квартир составит 4 метра 51 сантиметр и 2 метра 87 сантиметров. К примеру, вы приобрели студию в 21 квадратный метр с высотой потолка в 4,5 метра. И ее можно сделать двухуровневой, а на втором этаже разместить зону отдыха. Студия стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей в предчастовой отделке. В квартирах на первых этажах будут небольшие терраски. Чем-то напоминают они балкончики только на земле. Там можно сажать цветочки, кушать, пить чай или кофе. И смотреть на детей, которые бегают на детской площадке. Будут и дизайнерские входные группы. Но как они выглядят, никто пока не знает. Полагаю, нарисуют веселые картинки чуть позже. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии однокомнатные квартиры займут 60% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 20% и трехкомнатные квартиры аналогично 20%. Квартиры застройщик продает в белой отделке. Но за дополнительные деньги можно приобрести один из трех видов предлагаемой отделки от застройщика. Стоимость отделки стоит от 7600 рублей за квадратный метр до 10100 рублей за квадратный метр. Ну и, конечно, основной бонус отделки от застройщиков – это гарантия, как правило, в 2 года. При заказе отделки от застройщика будет натяжной потолок, что, конечно же, отразится на высоте потолка. Но самое интересное – это ипотечные ставки по госпрограмме от 1% годовых на срок до ввода дома в эксплуатацию. Нужна подробная информация по ипотечным продуктам – оставьте заявку на andreartemov.ru или напишите мне в социальной сети моей соцсети в описании к этому видео. Вот там внизу. На момент съемки видео однокомнатную квартиру в комплексе можно приобрести от 4 миллионов 200 тысяч рублей за 36,7 квадратных метра. На сегодняшний день есть хорошая возможность приобрести квартиру на старте продаж. Успите забронировать свою квартиру. Звоните. Мой номер вы видите на своих экранах. Домозастройщик должен сдать в первом квартале 2025 года, а ключи вам выдать до 30.09.2025 года. Заявленный класс на эффективности всех зданий «Б» высокий. Напомню, что комплекс возводится в деревне Лаголова. И он будет относиться к Лаголовской школе, которая расположена в 4 километрах от жилого комплекса. А вот так, друзья, выглядит школа. Школа в три этажа и у детской школы, так как в этой деревне, есть свой автобус для того, чтобы из ближайших домов и населенных пунктов привозить сюда детей учиться. Вот и центральный вход. Лаголовская общеобразовательная школа. К сожалению, информации о наличии мест в школе я не нашел. Намного ближе, конечно, к комплексу расположены школы и детские сады Красносельского района. В школе номер 382 есть вакантные места, а в 276-й школе вакантных мест нет. В Лаголовском детском саду номер 19 4 вакантных места. Это детский сад номер 19. У каждой группы своя беседка. Есть различные игровое оборудование, производство местного. Да и сам сад расположен за школой, а это немного дальше. Но зато рядом сады Красносельского района за номерами 23, 18 и 80. Рядом с комплексом советская застройка, частный сектор, это дача СНТ и немного новостроек. Одну из таких новостроек, долгостроек, недавно ввели в эксплуатацию. Поэтому будьте внимательны при выборе и покупке недвижимости. Однокомнатная квартира на вторичном рынке в советских домах стоит от 3 миллионов рублей. Понятно, конечно, когда смотришь на старые дома, на их некомфортные планировочные решения, специфические входные группы. Конечно, видя красивые современные дома, естественно, мы будем покупать. Потому что за свои деньги хочется жить в комфортных и удобных условиях. Сам проект считаю достаточно интересным. Он подойдет для тех, кто хочет жить в малоэтажных домах. Решил пройтись, показать вам школу, посмотреть вообще самому. Покажу сейчас местные новостройки. Частный сектор перекликается с современным жильем. Панель, советский кирпич. Вот такие двухэтажечки. Такие, кстати, проекты есть на многих территориях нашей страны. Делали однотипный проект и внедряли его везде. Смотрите, какая красота. Какие сосули. Даже есть балкон и стеклопакеты. Вот в таких домах до сих пор живут люди. Обратите внимание на стропила, какая красотища. Сверху шифер. И самое основное. Двухэтажный дом, двухэтажный дом, двухэтажный дом. Обратите внимание, какое огромное расстояние. У нас даже 27-этажные дома, как правило, расставляют на более меньшем расстоянии друг от дружки. У меня, конечно, впечатление, когда здесь все построят. Пройдет, наверное, возможно, лет 10. Может быть, чуть меньше. Посмотрим, конечно, как в 25-м году сдаст за строчек свои первые три дома. Будет очень интересно посмотреть. Посмотреть на зеленение, соответствует ли это его рендерам, либо не соответствует. Но жить, конечно, вдали от крупного города, я считаю, больше плюсов, чем минусов. Но нужно учесть одно, что лучше иметь собственный автомобиль для удобства передвижения. Так, а здесь, похоже, друзья, строится муниципальный объект. Государственное казенное учреждение управления строительства Ленинградской области. Врачебная амбулатория деревни Лагово, Ломоносовский район. Я здесь живу 69-го года. То есть вот это общежитие? Было, потом полиция. Пустое. Все. Теперь дети все его разгромили. И вот с той стороны двухэтажное красивое здание. Да при чем тут это? Купили, мне плевать. И теперь поликлинику. Вот это, представляете, это сейчас прекрасная дорога. Да, 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 это вот ее строят. Да, для чего? Поликлиника была вот там. И решили это здание продать. Все, продали хорошее. И вот это в говно. И они сейчас будут ездить, грязь месить. А, бетоновозы вот здесь проезжают, да? Бетоновозы проезжают. Все будет. Ну так все раздолбят, да, здесь. Так у нас и так все раздолбано. Все раздолбано. Слушайте, ну здесь дорог вообще нет. Такое ощущение, что с войны вот как разбомбили фашисты, так все осталось. Почему? Хорошая администрация у нас. А, администрация. Конечно. Вон на площадь выйдите. Дом культуры. Все. У нас огрызками все дорожки. От дома культуры чуть-чуть выше лужа. Это надо болотные, как у меня внук маленький, ой, племянник называл, блатные сапоги надо. И мы как-то с одним депутатом говорили, вот здесь прекрасный парк. Детскую площадку сделать, здесь огородить. И так же прекрасно. Зачем там? Правильно, денежки пойдут. Куда? Наши администрации. Там все огородики у людей были. Люди все платили за воду. Там все. Все. Вон огрызки от яблонь. Все заставили все снять вот этой осенью. Все. Люди просто истерика. И прекрасный поселок, чистенький, хороший. Я вам говорю, я здесь живу более 50 лет. Все. Теперь нам не выйти. Посаду, это сейчас зима, можем пройти. Там нет дорог. Грязи, как свиньи будем. Здесь одна дорога. Тропинки нет. А к остановке пройти. Здесь я смотрю тротуар, это вообще его даже не видно. Здесь нет тротуара. У нас нет нигде ничего. Около школы была дорожка. Закрыли. Теперь вот там и строительство, около забора. Там асфальт можно хоть как-то. Но посаду теперь не пройти. Ну вот зимой, да. А здесь это ужас. На грейдере или на тракторе очищает дорогу. Широко. А так она узенькая. Вот как колея идет. А тут видно, да, здесь две машины-то еле разъедутся. Я про то вам и говорю. Тут это ужасно. Слушайте, ну зато здесь с работы, я понимаю, проблем нет, да? Большое количество промки. Вот этот ксил, тот же птицефабрика. На ксиле-то кто работает? А, иностранные специалисты? 15 республик. Ну, господи, в январе не работают. Туда, там тоже, мы даже не знаем. Здесь была одна птицефабрика прекрасная. Самое лучшее яйцо. Но то, что творится здесь, это ужас, ужас. Понимаете? Обидно. Обидно. Ничего у нас нет. И людям, вот, говорю, в 6 утра есть ломоносовский автобус. Вообще летом не было. Людям даже в больницу, у ломоносов у нас больница, не уехать никому. Что тут творится, это ужас. Я вам говорю, а дорог? Это вот вы сейчас пришли в хорошее время. Вот придите, когда вот, когда там тепло началось. Ну, в апреле, наверное. Ну, наверное. Вот тогда и в болотных сапогах. Здесь вы нигде не пройдете. А я вот специальное дело не примокаю. Особенно в наше, вот сюда красные дома, три дорожки сделали посередине. И выходить из этих дорожек прямо в лужи. Вот это к силу. Здесь детские площадки делали. Ну, они детские площадки, да, произвели. И зато все сараи, погреба сожжены. Там, да, посмотрите, там страшно идти. Как зайчики тропами. Ну, вот, получается, да, вот автобус, видно, поехал. Это муниципальный, по проездным карточкам. Да, да, да. В самой деревне приезжает автобус. 650, да, это который за деньги дополнительно. Вот такой сделали пандус удобный. Очень. А вы пройдите, когда ловлю. Так вот, вот здесь видно. Это нечищено. Нечищено, да. 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 Автобус из Питера привез пассажиров. Влаголова в деревню. Вот она. И, соответственно, мы идем, спускаемся сюда. Так как здесь нет ступеней, сейчас хотя бы снег нападал, конечно, я понимаю, жители, когда все во льду, подниматься и спускаться не очень-то комфортно. Ну и, конечно, федеральную трассу перейти в другую сторону, это опасно для жизни, поэтому все пользуются подземным переходом под дорогой. Сейчас мы с вами все посмотрим. А лично мне непонятно, для чего было делать вот такой кусок ограждающей конструкции, если можно было бы просто пройти напрямую. Но, наверное, нужно было освоить бюджетные деньги. Спасибо, что засыпали солью. Тут хотя бы не скользко. И вот такая красота. Это пена что-то заливали. Попадало. А вот здесь, обратите внимание, вы только выходите, и вот уже штукатурочка-то падает со свежего бетона вниз. Молодцы. Гидроизоляция на 5 баллов. Красавчики. Кто это все строил для людей? Да, вечером я представляю, когда здесь темно, с таким тусклым освещением, спасибо хотя бы, но есть, конечно, идти здесь страшновато. Видно, что здесь особо никто не убирает, здесь лед, засыпали солью, немножечко песка, а и так пойдет. Но зато при выходе из этой пещеры за вот этими звукоизоляционными щитами расположен дивный яблоневый сад. Вот по такой протоптанной тропинке иду в деревню, если можно так назвать. Потому что все-таки больше как-то похоже на мини-городок, чем на деревушку. Ну, я представляю, что когда это все растает, как здесь можно пройти? А скорее всего, никак. Вот там сверху есть дорожка, по которой я шел, асфальтированная. И потом придется идти вот здесь. Конечно, люди хотят уменьшить расстояние, потому что кто ездит на работу в Питер или там еще куда-то, то, соответственно, пользуется этой дорогой каждый день. Кстати, сказали, здесь очень вкусные яблоки. А вы только посмотрите, какой дивный яблоневый сад. Вот я только не знаю, можно ли сейчас есть яблоки, когда рядом трасса и такой огромный трафик из машины. Впереди мы с вами видим новостройку-долгостройку. Спасибо, что сдали эту панельную красоту. Живешь в городе, у тебя есть машина, общественный транспорт, маршрутки, метро, электрички, ласточки. И тебе все мало. Но как только попадаешь вот в такую деревушку, недалеко от Питера, и понимаешь все прелести жизни. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok